Итак, дорогие друзья, с вами Валерий Бовсыновский. Сегодня мы поговорим о багах в голове при изучении языка программирования. Вот двое ребят конкретных, вот их ники, да, застряли на ровном месте. Давайте попробуем исправить эти баги, помочь им, да, но тем не менее, вот такая ситуация прослеживается очень много. Но в данном случае это черты характера. И я бы хотел помочь ребятам их начать использовать. Сейчас посмотрим на коде. Значит, Дмитрий прекрасно пишет код, прекрасно пишет код, но ему нужен шаблон. Да, в данном случае пойдут фреймворки, с разработкой трудно, да. Он не задается вопросом того, что и что. Но умеет использовать. Значит, а в данном случае надо вот этими навыками обменяться, да. Денис готов рыть часами, днями. В чем здесь проблема? В том, что роет новое, нет ничего плохого. Плохое то, что нет зерна в остатке, да. Что это, коротко, чтобы запомнить, что это такое коротко, и как это в трех фразах уложить в голове. На чем застряли? Значит-то, смотрите. Смотрите. Значит-то, смотрите. Дим. Вот Дима присылает домашние задания. Смотрите. То, что по урокам делает, все прекрасно, все работает. Дальше. К сожалению, не смог справиться. Посмотрел библиотеку Пандас, поделал таблички. Так и не смог добавить эту функцию. Дим, так проблемы нет. Вам ничего не надо менять. Единственный навык, который вам надо сейчас добавить, но умеете выписать по шаблонам. Так составьте этот шаблон. Вот это мы с вами сделаем. Составьте его и долбите по шаблонам любые библиотеки. Вы прекрасно справляетесь, когда у вас есть вся картина понимания. Вы прекрасно. Так сделайте это как план. Сейчас покажу, как это делать. Смотрим Дениса. Сказал, остановился на итераторах и забросил их с кашей. Создал кашу, все здорово. Молодец. Ну хорошо. При этом, ребят, заметьте, я вот сейчас ставлю вопрос, чтобы не думали. То есть для всех участников школы, вообще для всех, меня устроят, будут они выполнять мои рекомендации или не будут, меня устроят любой вариант. Даже если не будут делать, мне лучше. Ведь меньше думать надо. Но в данном случае просто ситуация зачастую типичная. Почему типичная? Что в любом случае не у всех, допустим, как у Дмитрия развита вот эта полная картина. Вот это как необходимость. Да. И не у всех, ребят, есть такое стремление накопать. Да. И погнал, и погнал, и погнал. А потом, бас, обернулся. Все, запутался. Супер. Но, тем не менее, части вот этих у любого новичка. Копать вроде готов, картину вроде понимаю, вроде не понимаю. Давайте разбираться. Прежде вставлю одну мысль. То есть, в данном случае, если и Денис, и Дима будут проходить курсы в стандартном виде, как они везде устроены, от начала до конца, ни в одно, ни в второго толку нет. Не будет. Пока не начнут применять свою привычную систему, которую они привыкли делать. То есть, опять же, дело только в подходе в данном случае. И один, и второй начали писать. Но спотыкаются основополагающих знаний. То есть, не могут найти. А оно же под ногами все. Чем отличается моя школа от других школ? Ведь я им помогаю бесплатно. В школе у меня человек оплатил один раз, занимается по урокам. Я с людьми, которые активно работают в группе, занимаюсь бесплатно. Но только направляю. Потому что, поясню, не надо думать, что я буду с вами часами сидеть. Для того, чтобы заниматься уже серьезно, надо купить индивидуальное обучение. Но, тем не менее, в группе бесплатно я направляю. spb-tut.ru Кстати, еще есть. Потихонечку двигаем. Да. spb-tut.ru Блокчейн. Так. Погнали. Сначала по Денису. Денис прекрасно занимался, разобрался в параметрах функций. Начал писать функции на разных языках, вне зависимости от языка сходу. Наконец-то начал видеть считывание параметров. Оказалось, той базы, которая лежит повсюду. Потому что везде все передается. Все прекрасно. Дошел до итераторов и пишет. Итерации прекращают достаточно, не прилипает уже ничего, неинтересно. Придет время, вернен изначальную точку сама. Не вернет. Не вернет. Каша осталась, каша будет. Дело ведь, Денис сейчас, не в итерациях. Дело в том, что нет начала, нет конца. Нет трех пунктов, которые надо было запомнить. Да, я говорю, давал вам документацию. Вы все верно делали. Наделали кучу примеров. Прекрасно. Но где зацепиться мозгу? Где зацепиться мозгу? Давайте сейчас к коду перейдем. Сначала посмотрим... Напомню задание Диме. Смотри, смотрим. Смотрим код, да. Первый код. Вдумываться тут не надо. Просто посмотрите, что мы видим. И там, и там прекрасно работает шаблон. Прекрасно работает логика. То есть, программа пишется, когда есть общий смысл понимания, что мы хотим достичь. Есть шаблон. Вот так он привык мыслить. В первом случае, да. То есть, все. Дальше выстроил логику. Ему понятна картина. Отсюда досюда. Прислал домашнее задание. Тоже нет вопросов. Ну, ё-моё. А где опять красное делать? Где исключение? Это уже надо было... Так все правильно. Где исключение? Ребята, сейчас еще про Дениса и будем искать выход вместе. А, закончу. Какое было задание для Дмитрия? Ну, давайте посмотрим. Я вот сейчас открою Джанго. Любое вот там, что мы делаем. И запущу. Так. Пусть будет так. Вот наш код. Берем задание, которое было. И где все посыпалось. Так. Нам надо блок вьюха. Это будет принципиально всего лишь. Тут на самом деле... Вот было задание, которое рассказывал. Он дал другую библиотеку. Вот объяснял. Вот есть функция. Эта функция, она из Джанго. В данном случае не надо знать Джанго. В данном случае понять принцип. Дима, вы в данном случае выстраиваете такой же шаблон. Просто вам надо научиться выстраивать шаблоны самому, всего лишь. И работайте свое удовольствие тем методом, который у вас получается. Итак, есть функция getObjectOr404. К примеру. Знать это не надо сейчас. Сейчас принцип понимаем. Берем Джанго. Просто я буду показывать и показывать Диме, что ему надо было сделать. И он, надеюсь, захочет, сделает. Вот здесь эта функция. Вот она. В данном случае название понятно. Вернуть объект. Если нет объекта, то вернуть страницу 404. Иными словами, не найдена страница, вернуть 404. Теперь открываем. Открываем. Значит, жупитер ноубук. Вот новое. И смотрим сюда. Что от вас было, что мы делали, Дима? Итак, вы разобрались в параметрах. Значит, для того, чтобы вы составили шаблон, вам всего лишь надо научиться делать шаблоны. Все. Остальное у вас получается. То есть, ваш подход к программированию в данном случае, надо взять свой. И сейчас то, что я у Дениса буду рассказывать, это внедрить. Все. У вас все в кармане будет. Давайте посмотрим. Мы цель. Цель. Сначала определяем цель. Я вам цель прописывал. Цель была... Сейчас. Экскейт. Секунду. Цель была... Научиться применять параметры. То есть, это знание вам поможет абсолютно в любых языках. Язык здесь не имеет значения. Параметры есть везде. Значит, давайте смотреть сюда. Ведь все очень просто. Смотрим код. Вот ваш шаблон. Есть стандартная функция. Я вам говорил, пандас взять. Да можно взять любую библиотеку. Пандас я зачем вам дал? Наверное, если я даю что-то, значит, за этим стоит какой-то замысел. Для того, чтобы если вы познакомитесь с пандас, то вы рано или поздно выйдете на NumPy. NumPy это та библиотека, которая очень прекрасно работает с массивами и будет вашим спасением. Поэтому я всегда отправляю к пандас, там интересно. Второе. Пандас это вывод любых данных организованно. Она всегда, хоть раз в жизни, пригодится. То есть, здесь будет у вас ваша написанная вами же функция, но реализующая функцию пандас. И реализация здесь идет в чем? Вот, давайте попробуем-ка мы сейчас запустить этот проект, чтобы вы меня поняли. Я вообще убираю здесь пост. И давайте попробуем запустить проект. Сейчас не имеет значения. Сейчас главное понять замысел. Итак, запускаем проект. Все, вроде бы запустилось. Смотрим дальше. Так. Все посты, все пока работает до определенного места. Все, дошли, да? Когда выбираем страницу, вот дошли. А какая у нас цель была? Научиться, научиться. Правильно применять параметры. Думать ими. В данном случае, считаем, разработчики Джанго не учли бы момент. Не учли бы момент, что смотрим. Класс R-Quars. Что класс это обязательный позиционный параметр. И требует передачи обязательного позиционного аргумента. Значит, вот не учли, и я, который человек, использую эту библиотеку, в данном случае, я пропустил этот момент. Потому что там не написано в документации, что это обязательная вещь. Здесь, ну, говорю, я не буду сейчас лезть в исходный код, да? Но в данном случае я получил исключение. Отсутствует один позиционный аргумент. Теперь возвращаемся к вам. У нас какая цель была? В данном случае, смотря вот на эту функцию, четко надо было прописать. Четко надо было прописать. Четко надо было прописать, что первый параметр, он обязательный класс. Вот суть вашего задания. Размышлять. А мне поставить здесь именованный параметр, любой позиционный параметр. Или мне определить, что это должно быть что-то конкретное. Чтобы понимал человек, что это класс модели. Иными словами, давайте попробуем набрать Pandas Python Function. Мы не берем методы. Мы берем конкретно функции. Вот. General Function. То есть конкретно функции мы не касаем сейчас классов. Но здесь есть функции, которые что-то делают. Вы можете взять абсолютно любую. В чем заключалась ваша задача? Шаг 1. Давайте писать шаблон вам. Сейчас вернемся к этому. Писать шаблон. Итак. Моя цель. Научиться применять параметры. По цель. Четко. Определять. Тип параметра. То есть. Вот это абсолютно верно. Как в Django примере. Разработчики сразу позаботились, сразу четко позаботились, что это обязательный позиционный параметр, который требует передачи. Обязательно позиционного аргумента. Иначе ничего не будет работать. Продумали слово, чтобы было понятно. При этом видна логика сразу. То есть. Если объект не получен, будет ошибка 4.4. Я не вставил этот объект. Функция не сработала. Переходим дальше к вам. Значит. Четко определять тип параметра. Значит. От вас требуется. От вас требовалось. Самое простое действие. Ну, сам шаблон. Трудно пока. Понимаю. Дмитрий. Понимаю, что трудно. Но смотрите. Написать. Свою. Функцию. В которой реализовать. Пока. Да. Любой. Любой функционал. Любой функционал. Реализовать любой функционал. Пандас. Второе. Конечный вид какой должен быть. Написать другую функцию. Другую функцию. Пишем. Пример. Сначала вы пишете отдельно функцию. В которой реализуете функционал. Там есть все по примерам. В пандас. Там даже думать ничего не надо. Ну, например. Например. Открываете хотя бы начало. Да. Берете абсолютно для начала любой пример. Вам не надо торгаться в какие-то фреймы до конца. Да. Сейчас. Секунду. Так. Это объяснение. Сейчас. Это. Тут реал. Открываете. Я специально даю панду, чтобы человек набрел на NumPy. Это спасение. Тут прекрасная работа с массивами. Быстрая работа. В любых разработках помогут. А панда сама. Делайте пример. По сути дела. Функции я вам показывал. Сейчас на примере. Неважно даже. Даже класса. Берется просто. Функцию вам надо вбить переменную. И некое действие. Под которое надо подставить. Все. Допустим. Эта функция будет выводить. Вот такой вот список. Видите. Она формирует список. Я говорю к примеру. Иными словами. Смотрим. Не отходя от вашего примера. То есть. Вы пишите. Пандас. Фан. И называете. Что вы хотите делать. Вот как в джангле я показывал. Да. Что будете делать. Далее. Когда вы расписываете. Вы себе соображаете. Ага. А чем это является. Где она делась. Какие входные данные здесь требуются. Или здесь. Или дальше. Выбирайте то. Что вам кажется. На данный момент проще. Суть в другом. Научиться писать функции из головы. Какие входные данные требуются. Уже сами будете разбираться. Подсказал достаточно. То есть. Дальше у вас пойдет. Просто будет. Понятно. Что там надо импортировать пандас. И дальше идет тело функции. Тело функции. У вас идет. И возврат. Но при этом. Вы себе соображаете. Входные данные. В данном случае. Это например. Там. Список. Либо лист. Да. То есть. И вы думаете. Если входные данные. Мне нужны. Обязательно список. Значит. Я ставлю лист. Допустим. И это будет обязательный параметр. Если есть другие необязательные параметры. Я могу поставить. Допустим. Если есть там. Да. Именованные. Допустим. Там есть. Или там другие. Да. Тогда я ставлю. Quarks. То есть. Любые. Дальше. Еще. Кроме этого. Любые. Позиционные параметры. И добавляю. Если там. Если там есть. Ваши функциональности. То. Что надо. Вводить. С именем. Значит. Я ставлю. Любые. Именованные. Quarks. Я не так написал. Вторым действием. Вам надо было сделать что? Написать новую функцию. Написать новую функцию. New. Куда? Где использовать вашу ранее написанную функцию? Значит. В данном случае. Нам надо четко определить новые функции. Как мы будем использовать те или другие параметры. Да. Здесь надо поработать. Вам это будет трудно. В начале. Но в результате вы разберетесь с параметрами раз навсегда. И это будет работать для любых языков. То, что вы делаете, это прекрасно. Но давайте составлять шаблон реального программирования. Что вам надо сделать? Делайте то же самое, что у вас получается. Вас прекрасно, когда есть картина. Ну, значит, что? Все просто. Поставили цель. Что вы хотите, да? Дальше. Что делаю? Пишем там. Пишем функцию. В которой. Значит. Реализуем. Функционал. Пандас. И дальше. Бла-бла-бла. Описание. Шаг второй. Пишем вторую функцию. Где используем первую. Основная цель. Выбрать параметры. С учетом. Чтобы. Программист. Использующий. Функции. Не мог ошибиться. Если мы, допустим, ставим. Как здесь. Позиционный. Параметр. Тут требуется обязательно передача. Значит, думаем. Думаем. Какой параметр нужен. Позиционный. Как его назвать, чтобы было понятно. Как описать. Эта функция. Зачем делается такая. Это нужно в любом программировании. Для того, чтобы дать варианты. Значит. Что не хватает в вашем шаблоне. Которым вы понимаете. В вашем шаблоне не хватает способа действий. Вот вам на ближайшие полгода будет шаблон. Ребят, я отвлекался. Поэтому забыл, где я закончил. Поэтому проговорю все сначала до конца. Дим, смотрите. Вы прекрасно работаете, когда вам видна полная картина и ясная цель. Ваша задача в данном случае приобрести два навыка. Научиться составлять шаблон согласно задаче. Второе. Потом то, что я буду рассказывать. Для Дениса. Если вы возьмете еще тот метод для себя. То вы преобразите. То есть углубите свои знания. И у вас будет вообще крутой метод подхода к программированию. Итак. От вас требовалось. Вот это я знаю, что мы говорили. В данном случае давайте все-таки я повторю. Потому что я не помню, где я закончил. Когда разработчики писали вот эту функцию, они на первое место поставили класс. У них была ясна цель. Вернуть страницу. Если нет страницы, то вернуть ошибку 404. Абсолютно такое же действие, только с библиотекой Pandas. Вам надо сделать. Всего лишь. Иными словами. Вам надо составить шаблон. Научитесь составлять шаблоны. В данном случае у нас с вами была какая задача? Четко научиться. Вот ваша задача. Четко научиться определять параметр. Это будет работать для всех языков. Отсюда у вас начнется программирование. Смотришь пять лет в разработке, шесть. И ставят параметры от балды. Почему? Да потому что, если бы разработчики в Жанго, хочу поставлю, хочу нет. Ну вот не поставили. Ну я не увидел документации, что он обязательно. И не поставил. Получил исключение. Что я дальше буду делать? Откуда я знаю, что ставить? Поэтому документации разработчики написали класс. И дальше идет описание. Я четко понимаю, что это класс модели. Все. Для меня вопрос исчерпан. То есть в данном случае, в данном случае, стоял обязательный первый позиционный параметр, который требует передачи обязательного, обязательного аргумента. Класс. У вас цель сейчас оттренировать вот этот момент. Скажите, пожалуйста, поменяется он в языке программирования C? Поменяется в языке программирования GO? Да хрен там. Там везде будет одинаковая задача. Теперь спокойно говорю. Смотрите. Дим. Можете делать, можете нет. Я ж только приветствую, когда не делают. Мне то меньше задачи. Теперь для новых ребят. Чем отличается моя школа от других школ? Вот вы пошли на занятия в другую школу. Вам от начала до конца питон дали, и вы с кашей вышли. Почему? Потому что вас просто заняли чем-то. Ну изучаем же, изучаем. Ну проходим питон, ну питон, или там си, или любой другой язык. Но ведь чем-то занимаемся. Занимаемся. Не так много, но две школы меня приглашали, да, преподавать. Но я ни в одну не пошел. Пришлите план, сказал. Прислали. Я говорю, да ребята, так вы же просто хотите занять. Ну да. Хотим занять. Нет цели научить сейчас. Всем надо чем-то занять. В моем варианте человек один раз оплатил, занимается пожизненно. То есть я помогаю тем, кто активно работает в группе, помогаю этим ребятам. Но я помогаю. Он же уже за это не платит. Но я направляю, копаться не буду. Для этого есть индивидуальное обучение. Это время уже. Почему я помогаю в группе? Потому что это поможет другим ребятам. Сейчас смотрят другие ребята школы. Ага, это мне тоже надо. И они продвинутся. Наша с вами задача было определить шаблон. Ну так научитесь эти шаблоны сейчас свои, по которым вы прекрасно пишете, составлять. Прежде чем делать, вам надо было составить шаблон. Вот ваша цель. Цель параметра. Что мы берем для реализации? Пандас. Почему дал пандас? Да потому что с NumPy познакомитесь. Она вам понадобится в жизни программиста. Да потому что тогда со временем сможете применять и искусственный интеллект в своем. Будет вам не надо. Надо не надо, это не важно. Но массив вы когда-то примените. Пандас вам рано или поздно пригодится вывести данные. Значит, в чем заключается наша цель? Сначала вы пишете, выбираете функционал пандас. Абсолютно любой. Там я показывал, думаю это мы уже захватили. Надо набрать function пандас. Вам выдадутся function. Ну возьмите класс и наберите. Любой функционал. Вам надо просто вбить в отдельную функцию. Посмотреть входные данные. Это список или там число. Но является это для выхода обязательным или нет? Если это является обязательным, выберите такое, что является обязательно входным данным. И вам это надо отразить, вот как здесь я показывал, в своей функции, что обязательным, допустим, список является обязательным. Все остальные там не обязательны. Потом вы, получается, написали функцию, которая реализует какой-то параметр пандас. Показывает там данные любые. Теперь вам надо эту функцию самому применять. То есть, во втором случае вы уже пишете и думаете, как применить, связать параметр с тем, который здесь. Вы написали ранее. В конце концов, должна работать та функция, в которой вы написали. Разобрались? Третье, что вам надо. Сам способ реализации. Вот вам на ближайший год способ реализации. Он один сейчас. Самый выгодный для вас. Try, Except. Берете, вам надо разобрать, что такое Trice, что такое Except и исключение Rise. Иными словами, написанную функцию, в которой вы применяете ранее написанную функцию, которая конкретно реализует пандас. Понимаете, о чем я говорю? Еще раз. Здесь, в блоке Try, вы применяете свою функцию New, которая будет применять функцию, которую вы написали ранее. Считайте, что это не вы для себя, а кто-то вот как в Jungle написали. Ну, сейчас вы выступаете в роли того, кто пишет эту функцию и думает над параметрами. И тот, кто применяет эту функцию. И применяете. И пишете в блоке Try. Если что-то пошло не так, то выводите исключение. То-то, то-то пошло не так. Вы выполняете две задачи. Один раз и навсегда решаете задачу с, как определить параметр, согласно логике применения. Второе, реализацию, как программист. Вот ваш шаблон. Что здесь трудного? Дальнейшие действия. Когда это будет написано, в зависимости от результата, вы можете вывести False True. Если False, то ничего не делать. Если True, да, все там пошло как надо. То сделать еще одно какое-то действие. Допустим, в Jungle это было вывести страницу. А вы допишите это действие, которое вам надо. Иными словами, подсказываю. Ну, например, составьте список. Если у вас объектов три, то вывести, ничего не выводить. Или если пять, вывести. Так составьте две функции. В одном вбейте три, во втором пять. Если три не выводить, если пять, то тот вывести. То есть, if else еще потренируйте. Это уже дальнейшие шаги. Сначала сделайте вот это простое. Постоянно просто держите в голове, что вам надо сейчас оттренировать сам параметр. Согласно логике, он обязательный или нет. Он именованный или позиционный. Теперь для других ребят вообще школы. Ведь я приветствую любые варианты. Я говорю, когда человек не делает, мне это лучше. Но, допустим, вот, если Дмитрий засыпался вот на этом варианте, а Денис засыпался на итераторах и пошел свое делать. Пожалуйста. В данный момент я смотрю, что человек работает по своему плану. Но мне лучше. Это же для меня хорошо, ребята. Просто в данном случае я обратил внимание, потому что четко прослеживаются подходы к программированию. Да, если, допустим, в данном случае ребята постараются что-то там изменить в себе, да, нет, надо использовать то, что получается. Свой подход. То опять будет каша. Теперь по поводу Дениса. Начните делать, в общем, я помогу. Дениса. Денис, вот вы уловили то, что я сказал Дмитрию. Попробуйте использовать этот подход. А теперь смотрите, Денис, в чем проблема? Вот я, на мой взгляд, я вижу, вот что бы сейчас было грамотно сделать. Смотрите. Открываем ваше последнее задание. Молодец, ну вы стараетесь. Я вижу, вы начали ковырять реквест. Всем популярная библиотека, все, молоток. Это молоток, это все классно. Так, сейчас. Вот, Денис, смотрите. То есть, хорошо, вы пошли заниматься по своему плану. Ну, занимайтесь. Но я вижу другую проблему. Реквест, это прекрасно. Это прекрасно. Ее лучше рассматривать тогда, когда вы будете ее конкретно применять. Допустим, изучая джангаре, квест, надо там в некоторых библиотеках только. То есть, да, узнали, да, хорошо. А питон у вас на итераторах остановился, а в пять пунктов, которые надо запомнить, не вылился. И то есть, итераторы у вас в каше сейчас. Да, запутались, да, устали. Давайте попробуем сделать по-другому. Так, это я убираю. Давайте попробуем сделать то, вот, я понял, что, вот, допустим, по параметрам вы все поняли. Итак, и начали применять. Вот вы застряли на итераторах и оставили их потом. А они останутся кашей. И всегда будете копаться. А надо было сделать всего три шага. Вот я ждал, 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 подсказываю. Шаг номер один. То, что у вас не хватает. Вы не можете, не хотите сосредотачиваться на том, чтобы выделить, выделить главное. Да, вы поняли, где найти, вы поняли, как работает. Это у вас прекрасно работает. Но выделить, ведь у вас это получалось. Когда мы работали, по-моему, с форматированием, вы смогли сделать шпаргалку, смогли это реализовать. В других пунктах получается что? Залезли, покопались, бросили. Залезли, покопались, бросили. Что выделено? Ничего. В конце концов, каша накопится. Итераторы. Давайте попробуем выделить. Шаг первый, главное. Но я же вам давал эти задания, просто пока не увидели. Давайте учиться вместе видеть. Открываем. Возвращаемся к итераторам. Python.org Открываем документацию. Открываем глоссарий. Доходим итератор. Кстати, тут сразу и генераторы, да? Разница надо знать. Потому что это использовать. Итератор. И вот здесь все написано. На самом деле, вам надо было всего лишь разобраться в трех словах. Next и итер. Все. Больше вам ничего не надо об итераторах знать. Я вам дал сверх того, зная, что вы умеете покопать, дал вам еще библиотеку. Но давайте попробуем привести итератору к норме за пять минут. Ведь все банально просто. Первое. Надо разобраться всего лишь, научиться понимать, что является итерируемым объектом, что нет. Для новичков объясняю. Новички, что делают сейчас? Записывают три слова. Итератор, итерация, итерируемый объект. И идут, роют. Ищут. Да? Что это такое? Ну, а пока я скажу, что итерация это перебор по одному. Вот если перебрать слово шаг по одному, то получая слово шаг. Если мы хотим, зачем нам итератор? Для того, чтобы, допустим, мы хотим найти, есть ли здесь буква а, то мы проводим итерацию. Проверяем по одному. Ш проверили, это не а. А проверили, это а. Ура, есть. Тру. Первое. Давайте введем. А присвоим пять. Б присвоим в список. Первая задача в итераторах надо было сделать всего лишь. Первое. Что? Так, стоп. Нам это не надо. Нам надо по-другому. Нам надо с кодом. Сейчас я исправлю. Пункт первый. Выдели главное. Первое. Итерируется или не итерируется? У вас здесь всего лишь для кода два варианта. То есть, можете вы применить итератор или нет? Давайте сначала возьмем обычным способом, долгим. А присвоим значение пять. Можете вы претерировать число пять? Да ничего там нельзя. Оно одно. Что тут перебирать? Ну давайте попробуем. Б присвоим значение списка. Давайте применим функцию dir. Вот чему надо было сейчас учиться. Dir A. Shift Enter. Ой. Так, стоп. Я... Надо было щелкнуть. Найдите мне здесь слово iter метод. Его здесь просто нет. Ну, я не буду искать, я скажу, что его точно нет. Теперь мы берем dir B. И проверяем. Тут мы точно найдем, я вижу по виду, что есть метод iter. То есть, объект итерируемый. И так получается, нам надо три вещи было оставить. И больше в итераторах, если вы... То, что вы позанимались, надо было добавить только три пункта зерна, от которого вы могли поставить, построить логическую цепь. Действие, которое надо применить. Три пункта. Итер. Некст. Сейчас посмотрим еще. Хорошо. В коде мы четко могли бы это проверять. Давайте попробуем написать. Кстати, Дима, вот это и вас касается, то, что я вам говорил. Делать, да, вот с Пандос, но я это делаю, действие сейчас с Денисом. Насколько оно важное. Object or not. То есть, итерируемый объект или нет. Что я думаю? Мне, чтобы проверить объект, надо обязательно его проверить. Значит, я здесь ставлю обязательно позиционный параметр. Называю его checked object. То есть, и я ставлю позиционный, потому что я хочу проверить, он требует передачи позиционного аргумента. Теперь. Try. Я себе реализую. Это с сайта Python, кстати. Пример. Print. Да. Объект итерируемый. Экзерпт. Так, не хочет выводить. Нет, что-то не хватает. Вот так правильно. Тип Error. Смотрим, исключение. Я здесь не перехватываю, просто беру print. Нет. Объект не итерируется. Мне не надо сейчас просматривать, но такую же проверку я бы делал в коде. И вы это будете делать, если будете заниматься разработкой. Теперь, что я делаю? Давайте я попробую взять, применить эту функцию. Я ее вот сейчас специально отработаю. Применить функцию. Если я попытаюсь ничего не увести. Давайте. Shift. Enter. Я скобки не ставил, но тем не менее, я вижу, что это функция, да? То есть есть. И есть обязательно параметр. Для себя. Если бы она была далеко где-то, да? Много строк кода. Но это так. Дальше я делаю. Опять эту функцию. Я не ставлю параметр. Но ведь я вбил как? Что это обязательный. Хорошо, я не ставлю. Я получаю в любом случае исключение. Обязательный позиционный аргумент требует передачи в CheckObject. Входные параметры. Теперь, так как обязательно, я могу проверить абсолютно любой объект. Вот здесь надо было в начале функции ставить. По сути дела. Я немножко не так сделал. CheckObject. Вот она. Вот я применяю этот параметр. Ether, да? Обязательно. Не поставил. Дальше иду. Я не буду сейчас городить. Вам оставлю. Дальше. Вот мои два объекта. А, Б. Я вставляю сюда А. Это число. И получаю. Нет, обжиг не итерируется. Второй вариант беру. Вставляю B. Да, объект итерируемый. Теперь смотрим. То есть первое, что вам надо было сделать в итераторах, это разобраться итерируемый, не итерируемый. Иными словами, научиться выделять главное. Вот именно с этим вам надо сейчас работать. Но вам будет проще выделить главное в каком случае? Когда вы друг с другом обменяетесь вашими принципиальными подходами. Денис начнет составлять шаблон и обращать внимание на то, что я ему говорю. Делать первое в три пункта, которые запомнятся в голове и от которых он будет отталкиваться, где это в документации. Все. Остальное все станет логически понятно с документацией. Смотрим на эту функцию. Дима. Вот я же это вам объяснял. Только немножко в более усложненном варианте. Правильно. Но я же сделал то же самое. Сейчас то, что вам объяснял. Вам я сделал сложнее, потому что вас надо выбивать из колеи. Дальше. На. Здесь try. Здесь я бы дальше проверить объект. Если допустим только это сделать false true. Если объект не итерируемый, то делать такое-то действие. Если итерируемый, то вывести то-то. Вот она и проверка и дальнейшие действия. Давайте откроем сайт Python опять. Сейчас. Что я хочу сделать? Дублировать. Так. Перейду сюда. Куда мне надо? Мне надо сейчас открыть библиотеку. Байл фаншн. И давайте здесь кое-что поищем. Нам бы была нужна и номерайт. Дальше. Давайте смотреть на букву и чего-нибудь. Итер. Вот эту функцию как раз таки мы и использовали. Есть встроенная функция итератор. В данном случае мы ее использовали. Встроенную функцию итер. То есть определить итератор. Что такое итератор? Давайте простыми словами. Это наверное то, что он умеет итерировать. И если проще, возвращать объект по одному. А уже для чего? Для того, чтобы либо найти. Для того, чтобы вывести последовательность. Давайте берем что-то более попроще. Все страницы блога. Вывести. Найти одну страницу. Найти одну страницу, если она не соответствует запросу, то сделать определенное действие. Или определенное. Значит, дальше нам надо разобраться. Что в корне итераций. В корне итераций. Вот это то, чего у вас не хватает, Денис. Вы много готовы копать. Но вам надо по... Если вначале вспомните, я вам специально давал подсказки. Когда вы работали с строками, я говорил, сделайте шпаргалку, сделайте то. А потом вы потерялись. Все перестали. Итераторы копали, столько накопали. Вот, допустим, в данном случае Дима в сто лет так не выкопал. Ему надо было полная картина. Столько энергии потратить, а пять пунктов не вывести. И оставили. Но потом. Кому оставили? Зачем эту кашу оставили? И таскаете с собой. Вот такая ввоз. Все гудит в голове. А с итераторами нифига непонятно осталось. В корне итераций, наверное, как и лежит итерация. Мы сейчас берем вообще проще. Что в языке питон относится к функциям итерации? Мы взяли итер функция. Все, она проводит проверка итерации. Дальше погнали в глоссарий. Что здесь мы видим? Next, итер. Опять две вещи всего лишь. Больше нам ничего здесь не надо. Это к классам уже относится. Но сейчас выделяем их. Ну подождите. Здесь все из названия видно. Давайте логически размышлять. Вот у нас предложение. Буквы 1, 2, 3, 4, 5, 15, 100. Итер. Итерирует. Next. Ну, наверное, будет возвращать новый объект. Если итерируется раз объект, два объект, три объекта. Вот и все итерации. Я вам дал специальную утилиту, которую я вам дал итертульс. Ну так что? Если вы разобрались с итерациями дальше. 1, 2, 3, распишите 5 нужных вещей вам всего лишь. Первая вещь. Вхождение. Входит ли буква А в слово шаг? Узнать надо и надо надо. Вхождение, например. Второе там. Вывести все. Третье. Вам надо то, что вы будете использовать. Ну, пусть там десяток основных операций. Смотрите. Вот. Все коротко. Дальше остальное. У вас документация под ногами. Выводы. Варианты. Но понимание ключевое. Оно вот оно. Оно простое. Что я что-то сложное говорю? Давайте еще глубже копнем. Ой, я опять отвлекался. Я прошу прощения. Так, сегодня так получается. Так, когда закончил, не знаю. Начну опять сначала. Денис. Смотрите. С итераторами вы накопали 5 километров. У вас как 10 раев, пчел, вот этих мыслей. А зацепиться некуда. Но смотрите обратная ситуация. Вот вы... Вот смотрите. Вот ваши слова привожу. Так. Ваши слова. Сейчас. Считывание параметров оказалось той базой, которая лежит повсюду и везде, что возвращает. Я ведь не забыл, и вы помните, когда вы поняли функции, начали писать легко функции на си, на го, то есть язык перестал иметь значение. Это произошло там. Почему? Потому что вы четко выделили параметры, то, на чем сейчас Дима засыпался. Ага. Копнули глубже. Пошли к итераторам. Что? Опять вернулись к тому, с чего начали. Нарыли 5 этих ульев, пчел. Сделали кучу примеров. Энергии я рад. Денис, энергии у вас там слон даже не ходил. Много. Перекопали, перекопали и кинули. Все, неинтересно, все, устал. Во. 5 пунктов надо было выделить, и почва под ногами появилась. Вам единственное, чего надо достичь, программированный сейчас, вы тогда начинаете твердо шагать, когда у вас твердо стоит нога. На земле. Я вам дал итераторы, но перед этим, вспомните, мы же с вами делали функции. Мы с вами делали строки, когда вы делали прекрасные шпаргалки, где все было четко понятно. Зашли в новую тему, потерялись. Обращаю сейчас внимание прямым образом. Вам надо работать только над зерном. То есть 5 пунктов, которые имеют ключевое значение. В итераторах, без итератора вы никак не сможете жить. Но чтобы разобраться в итераторах, надо всего лишь 5 минут. Ну давайте посмотрим. Вот мы смотрели. Встроенные функции. Вот она. Итер функция есть, да? Мы ее как раз таки здесь и использовали. В данном случае функцию итер. Но если мы откроем глоссарий, то мы видим две вещи. Next и итер. И здесь эти две вещи являются ключевыми. Все остальное дополнительное. Отсюда выходит все. Иными словами. Переводим итератор. Возвращая следующий. То есть это метод next. Значит что у нас? Возвращая следующий элемент. Ну абсолютно верно и логически. Это то, что нам надо было понимать. То есть если мы возьмем предложение в корне. И раз элемент 2, 3. То при помощи метода next мы будем переходить к следующему. И если у нас был бы один элемент, как с числом, то переходить некуда. И число мы не можем разложить на подчисла, да? Если бы они были записаны 0, 1, 0, 2, 0, 3 в списке, то это был бы итератор. А число 5, оно, показалось, не итерируется. Next и второй метод итер. То, что мы проверяли. Это на будущее задел. Я вам давал итер тульс. Зачем? Да потому что вот если бы вот это понимание взяли, то вам надо было бы вывести 5-10 вариантов основного использования. Вхождение. Входит ли буква О в это предложение. Вывести все. И другие варианты, которые используются. У вас бы была почва под ногами. Больше ничего делать не надо. Коротко, ясно, понятно. Из названия очень хорошо понятно, что такое итерируемый объект. Это объект, реализующий метод iter, то есть пересчет. Ну, дальше. Цель, если вы взяли в цели итерируемого объекта, создать итератор. А цель итератора пройтись по элементам. По буковочке V, K, 0, O, R, N. Пошли пересчитывать. Если мы прошлись по всем буквам, да, то есть при помощи цикла FOR. Тут мы еще записываем, да. FOR. Разобраться. Если мы прошли всех букв, то дальнейшие действия абсолютно любые у нас могут быть. Выделить одну букву, вывести все буквы в каком-то порядке, выделить одно слово, что хотим, что нам надо. То же самое, допустим, касалось бы, допустим, сайта, так понятнее новичкам будет, например. Вывести все страницы. Вывести страницы, которые имеют, допустим, цифры 1, 2 или там 2 в начале. 21, 22, 23 и так далее. Сейчас ставлю вам задачу. Попробуйте написать использование. Найдите на сайте Python. Next и итер. Сосредоточьте. Вот есть функция итер. Используйте ее, то, что мы использовали. И попробуйте. Да, вы еще не разобрались толком в классах. Я понимаю. Но попробовать использовать вы можете сейчас. Next и итер. Попробуйте встроенные использовать. Получите. Здесь все написано. For, next, итер. Больше ничего не надо. Открываем. Итератор types. Итер, итер, next. Все. Все. Вот. Все знания. Больше ничего не надо знать. Надо просто представлять. Как только мы это представили, нам осталось только взять итертуль, потому что там готовые аргументы. И вывести 10 вариантов, то, что нам надо в жизни. Ну, хорошо. Появится 11 вариант. Но мы уже четко будем понимать, где искать и что делать. Ну, Денис, ну что проще? После этого все станет моментально на ноги. Вопрос, почему for используем, а не вау. Как там правильно произнести, я тот цикл вообще не использую. Потому что вау, он работает только с последовательностями. For работает со всем, чем угодно. Поэтому, ну, его интереснее использовать. Хотя, можно и тот, и другой. Вау, цикл второй, он будет работать только с последовательностями, что нам невыгодно. Поэтому используется цикл for, перебор. Поэтому, единственное вам здесь задание, это по минимальной схеме, схеме, свести итераторы в логическую цепь, откуда можно начать размышления. Я понимаю, исходя из этих вот методов, четко понятно и сами определения итераторов. Присмотритесь, там все четко написано. И отсюда понятно применение. А почему понятно? Потому что мы первое поставили что? Потому что мы первое поставили, является ли объект итерируемым, итерируется или нет. Вот это явилось краеугольным. Дальше, если итерируется, то делать следующее. Каким образом? Как что? Почва под ногами появилась. Вы писали много. Но четкого, четкого, понятного вам, понятного со стороны, что что-то, где видно, что такое итератор, что такое итерируемый объект, что такое итерация, как она происходит, по каким законам. У вас нет. Вот это надо собрать в голове. А дальше, как я сказал, итертульс. Это все, понимаешь, такое итерации. Взять просто итертульс и написать нужные 10, которые вам сейчас кажутся важными методами. По крайней мере, знакомым. Вывести все элементы. Один, два, три. Найти то-то. Выведите их. Когда встанет вопрос, и что-то не будет решаться, вы четко будете знать, куда пойти, посмотреть, а как это выводится, действительно. Ключевые знания есть, есть почва под ногами. Можно идти дальше. Теперь совершенно другой уровень информации будет. И вы сможете их применять, а дальше в глубину уже окунетесь. Теперь, что касается Дениса, что касается Дмитрия. Еще раз говорю. Ребята, вам не надо ничего в себе менять. Вам надо правильно использовать свои подходы, которые вы сейчас используете. Но если вы эти подходы попробуете, Денис доведет до ума свой подход и попробует Дмитрия, а Дмитрий доведет до ума свой подход и подход Дениса, то случится чудо в вашем случае. Смотрите, какое чудо. Оно очень понятно. Когда мы говорили о Дмитрии, о чем мы говорили? О том, что Дмитрий привык составлять шаблоны. Так и составляйте себе. Но единственное, что вам надо добавить в ваш шаблоны, это ту методику, которую я показал. Которое заключается в том, чтобы от шаблона, вот мы делаем какое-то действие, осталось пять пунктов почвы под ногами. То, что является ключевым. В данном случае мы говорили о итераторах. Но ведь здесь ничего сложного нет. Просто их надо свести было. Да, согласен, это надо направлять, потому что это и есть работа преподавателя. Можно было бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, итераторы бла-бла-бла-бла-бла, функции бла-бла-бла-бла-бла-бла, как делают на курсах в большинстве своем. Бла-бла-бла, вышел человек, куча мусора в голове, куча. Это программировать не могу. Конечно, не могу. А как? А вот так. Взяли итераторы, выделили, раз и навсегда запомнили. Можем применять, дальше развиваемся, проваливаются нужные фишки. Но когда есть почва под ногами, вот это бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, оно не будет работать. Второй момент. Или второй, или десятый, уже не помню. Так. Смотрите. Дим, вы в любой задаче вырабатываете шаблон, но при этом, если касается задачи, это одно. Но когда вы, это касается части языка, попробуйте внедрить в свою практику то, что я рассказывал про Дениса. То есть сделать пять пунктов, которые будут характеризовать то или иное ключевое действие. Именно так изучается язык настоящим образом и то, что запоминается. Не надо больше, все остальное будет в документации. Есть понимание, когда применять, где искать. Когда, еще раз повторяю. Когда применять, каким образом применять и где это найти в документации. Все, вам достаточно. Если вы будете, конечно, смотреть на код и не понимать, где это применяется, то смысл этого всего изучения. В то же время Денис вот этот момент учитывает, но при этом попробует шаблон еще строить. То есть Денис в основном, вот он много наковырял зерна. Зерно надо научиться. А попробуйте еще по шаблону применить. Разработайте шаблон. Если вы возьмете друг друга методы в данном случае, то каждый из вас только выиграет. Так, кое-что я себе тут записал, пока писал видео, чтобы сейчас все мы закончили. Значит, смотрите, то, что я рассказывал, я помогаю действительно ребятам, но это я делаю бесплатно. Есть еще в школе и индивидуальное обучение, где мы разбираем каждый момент. Это уже немножко другой уровень. Учиться сложно, но результат вас порадует. Дорого, скажу. Но можно заниматься бесплатно в этой группе, кто активно. То есть не надо себе придумывать, что я буду с каждым сидеть. Я в первую очередь смотрю на активность человека в группе. Если человек делает. Второй момент, что когда человек делает, он может развиваться как хочет. Меня устроит вариант. Если, допустим, в данном случае вот пошел Денис, я ему поставил задачу с итераторами разобраться, а он пошел к реквест. Пожалуйста, меня устроит любой вариант. То есть в данном случае я считаю, что Денис пошел по своей программе. Хорошо, мне лучше. То есть ни в коем случае я там, я не буду говорить, я не отслеживаю, что делают люди. Ну, проявляет человек, выполняет рекомендации, я с ним работаю. Перестает выполнять. Я тогда не работаю, считаю, что он работает по своему плану. Меня и то, и то устраивает. Что еще я там хотел сказать, если я пометил. Чем отличается мой подход? Вопрос в том, что в данном случае, вот я работал с ребятами, да, рассказывал и подсказывал. Но человек оплатил школу, он дополнительно занимается в группе. Хотите, просто вот учитесь по, будьте в группе, да, смотрите, что делают другие ребята, и возможно вас это устроит. Либо работайте просто по урокам. Кто хочет сверх того понапрягаться, пожалуйста, будет толк. Но надо работать активно. То есть, это ваш выбор, да, я просто стараюсь поддерживать этих ребят и как-то помочь. Для чего нужна школа? Основная задача школы Бовсуновского в том, чтобы разобраться в подходе к программированию. Понимаете, не получается программировать по одной простой причине, неверный подход. Я вам объяснил. Абсолютно большинство людей могут проходить курс сначала до конца. При этом все будет серой массой. Пока дошел до середины, забыл, что вообще в начале. Продвижение по программированию идет по основным базовым моментам. Например, я всегда основное внимание уделяю функциям. И дальше язык не имеет значения. Именно это является основой. В данном случае мы просто с Денисом дошли были до итераторов. Я здесь показал, что такое. Когда вы работаете над элементом, это и есть задача преподавателя. Сказать, вот итератор надо делать то, то, то. Вывести вот это. Чтобы человек четко понимал, что такое итератор. Зачем он итератор. Где применять, как применять, где найти. Дальше он это спокойно будет научиться применять. Но вопрос в том, в данном случае это очень эффективный подход. Но заметили, в чем суть моего подхода? Я делаю так, чтобы человек проходил все на своем опыте. Я направляю. Можно, я мог бы все это рассказывать. Но, когда человек работает на своем опыте, это сверх того. В школе достаточно уроков, которые можно смотреть и действительно повторять. Разобрались. И таким образом потом другие ресурсы легче даются. То есть, зачем моя нужна школа? Для того, чтобы другие потом курсы смотреть, и вы будете совсем уже подходить по-другому. Просто поймите, что язык для того, чтобы... Одна преграда есть, когда не получается изучить язык. Просто неверный подход. Да, это я рассказывал, да? А. Ну, про новые задания я там не буду рассказывать. Это уже сейчас не так важно. Итак. Все. На этом я заканчиваю. Возможно, где-то видео, может, для кого-то сложноватое. Поэтому, ребята, приходим и занимаемся. Кто хочет. Есть обычный доступ в школе. Купить он пожизненный. Хотите заниматься, занимать. Разбираемся досконально с Джанго. То есть, все реально. Надо просто быть в теме. Все. Спасибо за доверие. Кому понравилось видео, то поставьте лайк. И делайте. Спасибо.